Один шаг и ты переносишься в далекий 19 век. Уютный свет настольной лампы, шелест страниц стареньких книг, блестящий самовар в обеденном зале. В усадьбе Толстого время остановилось. Кажется, что где-то в одной из комнат находится и сам писатель. Сотрудница музея Ольга Жиганова работает здесь уже второй год и до сих пор находит вдохновение в этих стенах. Мы можем гордиться тем, что как писатель он, можно сказать, уже здесь начал свое творчество. Это действительно очень интересно, когда находишься рядом с вещами, которые принадлежали известному человеку. Но всегда это очень необычное такое чувство вызывает, такое желание еще больше изучить его жизнь, прикоснуться к его жизни, к его личности. Будущий великий писатель появился на свет в современном Пугачеве. 10 января исполнилось 134 года со дня его рождения. Работники музея решили отпраздновать это событие с пользой для горожан. Все желающие могут посетить бесплатную экскурсию, которая состоится 12 января. Посетители погрузят в атмосферу дореволюционной Самары, проведут по всему жизненному и творческому пути писателя. Аудитория в музее, конечно, это школьники, конечно, потому что они изучают творчество этих писателей, они приходят сюда с экскурсоводом, с учителем. Но бывают, конечно же, и взрослые люди, которые просто после работы, что крайне редко, потому что после работы мы спешим домой, либо туристы, которые гуляют по городу. Интересный факт. Заключительные строки приключений Буратино Алексей Толстой написал именно в Самаре. Сказка про озорного деревянного мальчугана – одно из самых знаменитых произведений писателя. А вот как создавалась эта книга, самарцы смогут узнать на экскурсии. За таким столом Алексей Толстой начал свой творческий путь. На 16-летие ему подарили вот такой вот фотоаппарат «Кодек». Тогда они выглядели именно так. Здесь же, в Самаре, Толстой брал уроки живописи. Как видно, он был очень разносторонний человек. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События. Субтитры создавал DimaTorzok